ну что друзья наша песня хороша сейчас еще вот это пусть даже попробую все времени украсть у вас и про вот это николай с трудом подошли до этой темы осталось пять минут представляете а ваш эта тема такая же это вот как это нужно давайте подождем другого этого другого вебинара для меня каждый вас такое письмо это событие еще раз пусть кому хочется вот смотрите вот так вот читайте но я на этом отдыхать буду сегодня эта тема важнее еще одна это третья важнейшая тема но не потянул вот вот это прочитали хотите внимание важнейшее наблюдение важнейшие важнейшие господи ну езжу среди нас настоящие сайте уже не садоводы и надо брать его выше каждая почка делю растение николаевич вот долго я так вот уже поэтому у меня там на новый год коньяк запасен уже мы сейчас бы я просто мы поэтому бутылку вы приговорили только за это вот вот за это вот вот за это ну а это уже расшифровка того вашего письма пошла вот и наши прок друзья друзья довезет студента бы это видели вы это поймете хорошо вы среди статистическими студентами это все поди вот это вот это продолжение такие вот это продолжение вот это продолжение таким если чуть-чуть пролистнул там где-то еще до письма и обещал на него ответить но не дошел ну а письмо интересное вот партовские привыкли апрельские привыкли тоже интересно дальше про контрабанду зарубеж тоже надо знать хотите напоследок знаете это самое кто-нибудь пробовал это мы потом подробнее я просто хочу анекдот рассказать потому что ну сильно грустно у второй раз 5 лет прошло кто не это она кто-нибудь пробовал на деревьях юбочки из фольги от муравьёв помогает вычитала недавно а что она вычитала знаете от фольги у муравьёв лапки скольчат анекдот хотите ребята здесь все взрослые ни одного пацана нету и так ну пусть на этом закончится извините несколько десятков пукс помню что я рассказывал но вряд ли многие слышали в советское время значит приезжает делегация с америки вот журналисты в основном ведущий газет у нас паника в действительность блокированную показать трудно те ребята дотошны вот паника такая что идет делегация по улице собираясь задавать вопросы всем прохожим перед ними шмагают эти кгбшники носит и всем это если остановится американцы значит это самое брать так врать вот ну короче все миры приняты где идут спокойно разоблачим этих русских вот про их это так сказать это придуманное благосостояние ну и смотрят идет самый простейший простейший мужик подходит к нему хватает его так пожалуйста ответьте на несколько вопросов а тот уже знает что надо брать ну я вас слушаю так сколько у вас комнат квартире 10 где пишут надо же вроде и не врет но за честно так сколько у вас детей 5 ух ты ух ты действительно надо 10 комнат раз 5 родителей то все сходится зарплата тысяча рублей ух ты ёлла тысяча рублей в советское время вот и вдруг сам это точно берется спрашивает слушайте ну ладно все это ладно мы вам поверили скажите какое у вас хобби стерялся первый раз слышит слово хобби вот а там из-за спины американца в этом крышка его окружили все стороны как и басик ему кулак показывать думал 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 потом посмотрел вниз вот так между ног и хобби у меня брать то надо а хобби у меня ничего такое довольно приличное а а какое а 13 ласточек садится как и басик за голову схватился тот видишь что на это забрался ой брух 12 в 13 лапки соскальзывает я надеюсь что хотя бы половина из вас смеялась и вот это вот я к чему не поняли я к чему говорю о том что из фольги у муравьев лапки тоже соскальзывает и вот это такая же анекдот как и тот что я рассказал вот вычитала недавно так от них усталость им больше нету сил больше нету представляете заставили бабу дурой заниматься у нее сил нету ну надо же и главное чего им надо то я смотрел на эту грушу на ее смотрел смотрел конечно она уже как бы видимо здоровье подорвано вот они эти самые та же самая покраска вот этот пояс который не дает муравьям защищать дерево я не оговорился защищать дерево не дает придумал этот дубильный пояс не придумала научили вот и уже видно по подвяливанию ну вы знаете любой может сказать прекрасный урожай прекрасный не ребята для кого прекрасно для кого уже вот жарчина появилась видите вот 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 не дает муравьям защищать дерево ну вот кажется я на сегодня все сказал я еще чуть-чуть пролистну был важнейший вопрос многое мы узнаем с вами другой раз другой раз другой раз вот что я не успел сказать геопатогенные зоны обязательно 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 вот потому что вот это надо прямо сейчас сказать тысячи десятки сотни тысяч аварий трупы сироты похороны только потому что ни черта никто из науки не знает и знать не хочет самое главное это вот пока не будет приказ от президента грохнул кулаком по столу изучить собрать всех кто еще наше вымиращее племя этих белокатовщиков вы знаете что можно на машине при скорости 30-40 километров вот не пешком ходить по этим тысячам километров а ехать на машине и тут же эти самые определяют дети диапатогенные зоны и знаки 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 вот главная причина почему гибнут люди аварии еще раз самое страшное для меня это похороны сироты вот мои родственники хоронили 4 трупа вот включая свою близкую близкую до кого она была племянница до кого она была дочкой до кого то она была это женой это страшно ничего не делается ничего но я это сказал еще раз пятый или восьмой раз на руси пытались придумали дебильные этот самый и даже не ограничили скорость о предупреждении что впереди эти самые памятники надо люди сами догадаться надо снизить скорость впереди памятники вдоль дорог им не хватило смелости взять и это ограничить скорость хотя бы там где уже погибли люди я должен сказать это ребята напоследок так что анекдот анекдотом но не получилось на веселой ноте закончить страшные стране живем где никому ни хрена не надо я имею ввиду ученый мир уж это то можно изучить то есть карты аварийных этих самых случаев есть белокатурщики белокатурщики не знают где была авария едет рядом гаишник сопало здесь будет знак здесь будет надо миллион в стране зато люди перестанут гибнуть на скоростных трассах бьют в лоб в лоб вылетают на обочину нельзя 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 жить без этих самых без замеров как я устал одному на всю страну вопить вопить а меня никто не слышит все друзья и время истекло да я уложился два часа мы позже начали так теперь начинается второй этап мы с вами переходим в этот самый другое место скажем так скажем так скажем так во Павел Кузнецов черенки получил порадовали черенки абрикосов диамет то что надо я учитываю пожелание вот так вот я про эти про я вспомнил вспомнил самое не главное но это обязательно и сейчас надо пока вот же вот же вот же вот и так сразу после этого вот вот а у меня кстати мы начали было 18 минут а сейчас 6 минут еще у меня 12 минут и так Мезин Аваляк Олегович шофер дальнобойщик он же один этот самый лучший садовод Брянской области которого все время почему-то забывают пригласить в Брянский институт получить этих специалистов ну подожди может позовут вот или даже кроматься уже люди смеются ну ладно смейтесь и так вот его персики это бывшие мои косточки это Хасанский вот видите у него не крупнее моих ну просто климат мягче поэтому у него все крупнее моих вот опять Хасанский нет вот это да Хасанский вот а вот этот Медусинский этот никогда не поливался у него своя жизненная история вот только я о ней не раз рассказывал это уже на Брянской земле вот эти чудеса Олег Олегович что ты натворил а сказать что она уже науку поставила она об этом не знает она не стоит на ушах она лежит по принципу царь Сережа на боку представляете что творится хотите вам крупный план но это фотографии я хотел вам показать кусочками фильма но время вышло а посмотрите с какой густотой они растут вы видели а что было потом лежите лежите ну это еще одна фотография это я с экрана прямо с этого с фильма с экрана фотографии сделал вот а вот она знаете что это такое а дальше я пишу объявление многие из вас читали его но я думал все сейчас вот такая очередь я сейчас буду с утра до вечера 10 косточек 20 3 4 косточки у меня уже заказали 10 заказали и и 4 заказали 3 10 и 4 17 а это их по моему там больше полутыщи вот и я не знаю я думаю что все сбудется вот я ему сразу 10 тысяч выслал в качестве частичной предоплаты сегодня 10 тысяч выслал он их заслужил заработал на самом деле он не 10 тысяч заработал заработал миллион 2 10 почему внимание вот это они у них даже цены нету вообще нету представляете это часть часть ну что получается я дал объявление из Брянской области от ООО Мезинового улетела ко мне посылка с косточками хасанских и хорсинских персиков причем тут я железо а при том что Мезинов выросил плоды этих персиков на деревьях выросших из моих косочек я их и продам от его имени всех садов России мои кончили стать с подарками уж по 10 продавал потом по 5 потом по 3 и все равно кончились по 100 рублей за штуку ну меня уже за это попало кто-то считает что за 10 костик 1000 рублей это очень дорого я согласен в нашей стране уровень жизни такой что это действительно дорого ну мы же вот он магазин я когда-то был студентом зашел ювелирный магазин не знаю зачем а за эти кольца обручальные я женился на втором курсе вот института и там было объявление там не было его значит продается алмаз по цене я даже запомнил цифру 2300 рублей это в то время когда у меня была стипендия 35 рублей 2300 рублей то есть обратиться к этому заведующему ну кому надо этот алмаз вот и вот вы видите вот такие алмазы на самом деле это не 100 рублей если он не взойдет 100 рублей выброшу если взойдет получится невиданный успех в сибири проблемы с укрытием возможно последний раз когда я разговариваю с человеком я растерялся она живет в северной красноярске я господи да и начал да не берите вы их ну куда вы их это снегу рознь один год бывает нормально сохранится другой год а третий год он такой сырой вот так много что он просто пока снег растает он сопреет и все а потом уже в отчаянии говорю а у вас теплица есть я говорю так в чем дело вот теперь берите заказала 10 штук вот или 4 ну неважно заказала а 4 я говорю 4 в теплице разместятся только так и вот уже выход да за красноярском но извините теплица а теплица это уже ее красиво вот так вот выкручиваем все но пока особого ажиотажа нет вот здравствуйте я хотел бы еще заказать в конце сихасанского и венесинского по две штуки а надо ли их укрывать ну я в принципе ответил на этот вопрос все хух закончили мы тут вот Продолжение следует...